Несколько десятков отечественных банков могут закрыться в течение ближайшего года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные рейтингового агентства «Эксперт-РА». Пандемия коронавируса стала одной из причин такой ситуации. Однако эксперты говорят, что дело далеко не только в COVID-19. Роман Быков продолжит. До 35 отечественных банков рискуют закрыться в течение ближайшего года. Это более 9%. Коронавирус, несомненно, внес свою лепту. После введения карантина снизилась активность клиентов. Увеличился отток денежных средств со счетов. Так как людей не устраивают процентные ставки, достигшие минимальных уровней. По оценкам экспертов, у половины коммерческих кредитных организаций снизились остатки на вкладах населения. У 36% на счетах бизнеса. Однако причина этих проблем не только в пандемии COVID-19. Дело в том, что мы, как вы уже знаете, почти счастливы живем в условиях санкции. Безусловно, это оказало влияние на банковский сектор в том числе. А вот пандемия, это, как говорится, контрольный выстрел. Между тем, даже после отмены карантина ситуация не стала исправляться. Не помогло даже продление мер помощи, который ввел ЦБ. В итоге те банки, которые так и не сумели перестроиться, сократить свои расходы, могут столкнуться с тем, что им всерьез придется подумать о своем банкротстве. Эксперты прогнозируют, что до половины окажутся через год убыточными. Поэтому тем, кто хочет выжить, действовать надо уже сейчас. Когда люди стали забирать из банков наличность, они стали доверять более сильным банкам. Это приводит к тому, что банки должны объединяться. Должны объединяться, создать более сильные структуры. И только в такой ситуации, возможно, выжить. Тем же, кто не сможет или не захочет объединения, остается уповать на восстановление отечественной экономики. Ну или на Центробанк. А регулятор вполне сможет провести санацию. Правда, перед этим наверняка тщательно проверит кредитную организацию. Стоит ли ей помогать или пусть действует естественный отбор.